Каждый геймер знает, что такое рутина. Сначала рашишь через данж, забитый зомбями, потом на базе отбиваешься от бесконечных волн тупых мобов, в финале выбиваешь из босса сначала дерьмо, а после возделенный лут, и, наконец, приходишь домой, чтобы погонять в любимую игру, а там всё то же самое. Фанпэй поможет обменять твои кровные на нужный предмет или услугу, чтобы ты мог позабыть про унылую рутину и насладиться игрой. Фанпэй. Никакой рутины, только фан. Значит, смотрите. Мне сказал Саня, что они с Саской сделали бота, который типа я. Типа нейросеть, который типа я. И со мной можно переписываться, но мне спойлернули ещё вчера. Итак, господа нейросеть, типа которой я. Я чуть-чуть с ним пообщался, понял, что ему ещё учиться, и для этого вы ещё нужны. Но я готов как бы хайпить, во-первых, да? Во-вторых, переписываться с самим собой. В-третьих, Саске, скорее всего, специально создал меня в этой нейросети для того, чтобы потом сделать нарезку про меня же. Типа я просёк, да? Я прочувствовал этот намёк. Вот. И я нейросеть. Посмотрите, сразу я здороваюсь. Хай Чебек. Очевидно, я так каждый стрим, видимо, начинаю. Со слов Хай Чебек, блядь. Вот. Но вот так ещё хайповее наша переписка будет выглядеть. Вы только посмотрите, какая красота, реально. Только мне надо, чтобы вы выбрали, кого я буду отыгрывать. Ну, типа, кто я? Я Пятёрка, который переписывается с Пятёркой? Или я тот самый Чебек, вот, который переписывается? А? Итак, дамы и господа, переписываю сам с собой, как бы. Но я кто? Я Чебоксарик, да? Тогда... Сейчас, подождите, у меня тогда есть ещё лучше идея. Мне же теперь могут писать Чебоксары на Бусти. Я буду копировать у них сообщения, которые они мне пишут. И буду их просто вставлять, блядь. Ну, первое сообщение с Бусти, это... Сука, верни сутку, мама мне пизды даст. Чё, еблан? Я как-то тебя оскорблял. Ну, иди нахуй тогда. Это, это я прошу прощения. Возможно, я бы так бы и ответил, но только за деньги. Только за деньги на... За 10 рублей на Бусти. Но мне ещё нравится, что тут можно выбирать... Ну, хуйня. Нет. Тут можно ещё выбирать нормальные сообщения. Ладно, это... Это нормально. Ладно. Привет. Ты не подумай, что я Чебоксар. Я специально... Сейчас, сейчас. Специально дождался конца стрима. Так вот, я хочу спросить. Можно? Вопрос. Я серьёзно, такие, блядь, вот такие мне пишут. Да. Это хуйня, я бы так не ответил. Вопрос можно. В чём... Что, блядь? Не, не. Ну, ладно, ладно. Допустим, я разрешил. Иногда я добрый. Вот, а... Почему меня убил Тича Хэппи? Вот. Вот так вот. Это, блядь, эти вопросы я классифицирую как вопрос к своей классной руководительнице. А почему меня Игорёк дёргает за косички? Откуда нахуй классная руководительница знает, почему Игорёк тебя дёргает за косички? Может быть, ты у Игорька нахуй это спросишь? Тича Хэппи так просто не убивает. Тича Хэппи это не человек. Это не бот. Это не вандал. Это что-то большее. Это что-то наше. Ты мог бы уже понять, что Тича Хэппи просто так человеку не убивает. Ты мне скажи, что ты сделал. Нет, слушайте, вообще близко. Вообще близко. Реально. Вообще близко. Я просто шёл по Отца. И он меня убил. Так. Блядь, это очень близко, реально. Ну вот видишь, он бы просто так и не убил тебя, если ты просто шёл. И не делал ничего плохого. Что ты делал? Что-то плохое? Просто это ты не понимаешь. Блядь, на самом деле это пиздец. Слушайте, если у вас есть ко мне вопрос, задавайте ему нахуй. Задавайте это. Не, ну это пиздец, блядь. Не, ну, если я в добром, как бы, и у меня есть свободное время. И если я добрый, я, ну, реально бы ответил, что... Зива, может быть, ты не понял, что за хуйню ты сотворил? Подождите, есть ещё же варианты. Не, ну это хуйня. Так, ладно, допустим, допустим, я чебоксарик. Сейчас, подожди, подожди. Предположим, я чебоксарик, который, ну, внезапно начал думать, что... Ну, я хотел у Пятёрки взять роспись. И меня вот убил Тича Хэппи. Вот я роспись хотел, ну, просто подойти. Ну, вот видишь, а я, ты говорю, ты хотел роспись взять. А ты бы мог просто с Пятёркой поговорить нормально. Без всяких там росписей и чего-то ещё нехорошего. Пятёрка не убивает просто так. Ну, там про Тичу Хэппи, правда, был разговор, но... Если Пятёрку заменить на Тичу Хэппи, это то же самое. Не, я бы так... Серьёзно, я в ахуе. Я бы так бы и говорил. Если здесь Пятёрку заменить на Тичу Хэппи, то какого хуя ты задаёшь мне вопрос, иди поговори с Тичей Хэппи, и Тича Хэппи просто так бы тебя бы не убил, блядь. Аутограф. Взять аутограф. Не, ладно, вот это приемлемый вопрос. Ладно, слушайте, ну, пиздец. Пусть мне тогда вернёт вещи. Это тоже, блядь, как же меня-то нахуй? Пусть мне тогда вернёт вещи, блядь. Ты уже не получишь от него ничего. Уже нету никакого отчуждения к тебе. Ты бы... Ты мог бы просто нормально с ним поговорить, и он бы тебе всё вернул. Да и вообще, это был не Тича Хэппи. Если бы он тебе бы всё вернул. Блядь, а сколько обучали? Блядь, Саня, как вы обучали эту... Ну, блядь, ну, близко. Типа я, ну, не прям так, но близко. Блядь, это очень близко нахуй. Так ты сам виноват, что ты так делал. Ты бы мог просто поговорить с пятёркой и сказать, что тебе надо. А ты не понимаешь даже, что это нехорошо. А вот Тича Хэппи понимает. А ты нет. Вот этот мне лучший вопрос даже нравится. Нравится. Сейчас, дальше. Можно? Это тоже очень удивительно. Можно последний вопрос? Вот, я это адресую, как бы, да? Это сатира. Господа, когда вы задаете можно последний вопрос, это и есть вопрос, блядь! Я надеюсь, пятёрка так и отреагирует. Да, на один вопрос ответишь. Да ты ответишь нахуй! И вот, и тут всегда троеточие, почему-то эта хуйня какая-то, может быть, донатить надо. Ладно, хорошо, последний вопрос. Это, знаете, ну, самый лучший вопрос человека, который очень хочет поговорить, но не знает, о чём поговорить. Когда стрим? Вечером стрим будет. А с какого вы города? Из какой вы страны? Из какой вы? Из какой вы национальности? Я из Москвы. Ну, я просто пишу, потому что большинство зрителей из Москвы, да? Я из Москвы. Вот, видишь, это очень хорошо. Круто! В Москве очень на национальном городе очень много людей. Это реально круто, что люди могут спокойно жить в Москве, не быть расистами, и все друг друга уважать. Блядь, нихуя себе! Если ты живёшь в Москве, это очень круто. Спасибо! Блядь! Не, пацан, Андрей, серьёзно, если вы хотите со мной попереписываться, лучше переписывайтесь с ним. А какие у вас увлечения? Какие интересы? Какой вы? Я люблю смотреть пятёрку и курить петарды! Извините. Я люблю смотреть пятёрку и курить петарды. Скажи, тебе не кажется, что это вот очень даже нехорошее увлечение? Увлечение с опасными веществами и ещё опасными веществами. Блядь, не, ну это реально опасные вещества. Сейчас, подождите, какой ещё вариант, блядь? А если у вас, помимо вот этого, что вы любите смотреть пятёрку и курить петарды, что-то ещё? Может быть, вам интересны какие-то другие темы или что-то ещё? Но я вам скажу, что это реально круто! Ните, вы любите смотреть пятёрку, это не просто так, что вы видите в нём. Смотри и смейся и получай удовольствие от этого. Блядь, вот это хороший ответ, да. Блядь, жёстко. Я так предлагаю, что чем больше вы с ним общаетесь и чем больше выбираете именно подходящие ответы, как бы пятёрка ответил, тем больше он ещё будет обучаться, типа. С ним надо просто общаться, он, видимо, будет обучаться. Сука, но это... Он уже отвечает примерно как я. Я вот это не знаю. Это либо количество сообщений, либо количество людей, которые с ним пообщались уже. О, да, давайте. Слушайте, вопросы из донатов. Суджик. А ты знал, что Эвелона забанили? Да, он реально бывает очень плохой. Вот не знаю, что в нём... Such bad guy! Не знаю, что может быть. Он просто не понимает, что делает. Но это хуйня ответ. Не знаю... Не, это хуйня. Есть ещё варианты. А ты знал, что я с ним общаюсь? Он не против, что я о нём толк... Толкал на стриме. Я, блядь, о нём, ребята, толкал на стриме. Yes? Он реально крутой. Он реально крутой. И это, по-серьёзному, он реально крутой. И не только он. Он ещё и Бородор. А, но ещё и Бородор. И ещё many other people. Это реально очень круто money. Я вам скажу. У него реально очень крутой money. Ну, блядь, чё-то тут понесло этого пятёрку. Давайте подождём, может быть. Как? Просто подождать? Ну, это чё-то понесло реально. Да, что-то такое слышал. Но не было там ничего плохого. Ну, не понимаю... Не, ну это тоже. Не-не-не. Он должен просто сказать, что ему абсолютно похуй на эту информацию. Teacher Harry? Yes? А ты знал, что он реально заслужил этот бан? Это реально было правильно с их стороны. Вот так его забанить. А ты не думал, что этот Эвелона плохой? Он реально хороший человек. И он реально крутой. Это просто реально заслужил бан. Нет, это вот, ну, примерно как бы... Ну, я так и ответил. Так. Да-да-да-да-да. Ну, там, видимо, с погрешностью на... Типа, озвучку. Но я ж так и сказал, то, что, типа, ну, заслуженно, то, что он организатор этого шоу. И он бы мог не публиковать вот эти вот штуки в Телеграме. Не, вообще, в принципе... Ну, я ж так и говорил. Ладно, самый... Самый главный вопрос. Ты любишь... Джо-Джо? Ну да, я люблю. Это реально крутая Тодзу. Что такое Тодзу? Ты смотришь, я понимаю. А что... А чем ты интересуешься? А почему... А, и почему ты любишь Джо-Джо? Я просто люблю, а вот тебе по какой причине это очень нравится? А тебе почему он ну реально нравится? Бля, даже... Не, опять же, какая-то хуйня, но... даже, типа, ну реально... Блядь... Я люблю... Я люблю... Потому, что там накаченные мужики дерутся с помощью хамона. Хамона. Ну, а как думаешь, и ты бы мог, как эти мужики, если бы ты был накаченным, ты бы мог бы, как они? Не думаешь, что да? Че за хуйня? Ну, я думаю, что ты бы мог бы, и ты бы тоже был бы накаченным. Ебать. Ты бы тоже мог, как они. Все будет хорошо. Твое видение, что ты любишь об этом Тодзу, ну, тут переводчик, да? Ты не думал, что там еще очень любят это все и любят это не только за то, что там накаченные мужики и любят это за его ясную, чистую, как будто что-то ультра-свечно... Че нахуй? Не-не-не, пятерка, тебя, блядь, куда-то понесло, реально тоже. Короче, блядь, пятерка должен был написать, бля, я рад, что тебе очень нравится, задонать, пожалуйста, на следующем скаме, на Джо-Джо, и тогда вместе посмотрим. Можно как-то его заставить, это сказать, блядь, что лучше, флэш в банке или в бутылке. Он умер. Все, он умер. Все, блядь. Блядь. Это все. Не, ну это, это важный вопрос. Скорость превышена, по центре, я превысил скорость. Я какую-то скорость превысил, смотрите, скорость превышена, все, блядь. Почему Костику смерчу такое не высвечивается в его машине? Блядь, жалко. Это вы, подписчики, убили, блядь, пятерку? По-моему, вы убили пятерку, реально. Да, это был убийственный вопрос. И, собственно, вчерашний вопрос. Я забыл. Что, что лучше? Ну, то есть, такой, для тоже, в банке, конечно, лучше, потому что в банке там нет гря... Чё нахуй? А флэш в бутылке? Там много грязи и пыли. Я, в принципе, не понимаю, как вообще люди могут пить флэш в бутылке. Ну, как, типа? Ну, как? Просто... Ну, и в банке и в банке, и в бутылке всё было опробовано. Нет, это хуйня ответ. Это по... Что, блядь? Это... Что? Это так выглядит человек, который пьёт флэш в банке или будто... Что это за хуйня? К чему-то картин... Ну, во-первых, мне кажется, в бутылке вкуснее, а ты как думаешь, в чём лучше? Вот, вот это... Это нормально. Это нормально, да. Я думаю, в банке лучше. Да, в банке лучше. Ты только что говорил, что в бутылке вкуснее. Ты чё... Блядь... А ты как... Ты чё, ебанутый нахуй? Блядь, подсмотрел, вы его реально там прокачали? Сань, вы там, ну, с ним... Ладно, да, ладно, хорошо, сейчас, секунду. Что нужно сделать, чтобы стать твоим другом? Не доёбывать с такими вопросами, во-первых, нахуй. Дай гайд, как стать в твоим другом? Вы чё, ебать, ты, блядь, ты нахуй издеваешься, блядь? Люди, которые спрашивают, блядь, 10 тысяч раз, как стать твоим другом, сразу не становятся моими друзьями, ёбаный ты нахуй, козёл, блядь. Это Майнкрафт? Так, ладно, давайте, мне советуют, какие вопросы, да, спрашивать. Я со вчера ещё запомнил, надо спросить, кто твои друзья, знает ли нейросет, что мои друзья, ну, вообще, кто мои друзья. И ещё вопрос, в какие игры ты любишь играть? Давай, ну, типа, вот такое уточним, как бы. Есть гайд на становление другом. Первое, пошёл нахуй. Второе, пошёл нахуй. Так, эээ, но это хуйня. Это хуйня ответ, я хочу ещё один вариант. Ну, как бы, ээээ, не сказал, но, в основном, играю в Майнкрафт, но, понимаю, этой, есть ещё, Мэйми Лээнд. Это то... ААААА! Да блядь, ты с тобой упал. Бег, кто ещё может к тебе врываться, скажи мне. Блядь, военком. Какой военком, когда дверь закрыта, ты обомк? У тебя есть вопросы, которые ты бы хотела бы мне задать? Вот какой бы вопрос ты мне задала? Кстати, я просто люблю Майнкрафт играть. Ты ведь знаешь, это реально крутая игра. Как думаешь, что ты думаешь о Майнкрафт? Ты любишь в него играть? Как бы это, ну, еще приемлемый ответ. Вот что бы ты у меня спросила, Пуксик, Краксик? Кто твой лучший друг? Мой реально крутой друг Соня. Пук, ты мой друг, с которым можно, ну, там. Блядь, ты мой друг, реально. Пук, мы друзья с тобой. Охуенно. Фрэнцона. Хорошо, спроси. А кто моя жена? А как, ну, вон. Ну, кто моя жена? Марина, блядь. Ну, давай, ебей. Ну, он сейчас скажет, я не могу тебе сказать, как моя жена, я не могу тебе сказать, что у меня даже нет жены. И ты как думаешь, как я тебе могу ответить? Я думаю, он может ответить, пошел ты нахуй, вот так вот. Все правильно? Нет. Давай так, расскажи, расскажи про свою девушку. Вот, вот так, да? Да, давай, давай. Расскажи про свою девушку. Ну, это очень крутая герл. Она крутая. И ты как думаешь, если бы я о ней сказал, ты бы мне поверил, я тебе скажу, что она очень крутая. Реально. Вот так вот. Реально крутая. Крутая и... И все нахуй. И ты как думаешь, есть у тебя сейчас, герл? У меня нет. У меня нет. Можешь посоветовать. Ну, блядь. Все пишут, спроси как с другом. Зачем? А? Зачем пишут? А, потому что заебали в донатах. Ладно, сейчас я спрошу реально. Угу. Блядь, я не написал. У меня нет. Я тупой, блядь. У меня. Что у меня нахуй? Пуксика, можешь закрыть окно? Ну, вот видишь, у тебя есть герл. И ты меня спрашиваешь, можно ли тебе кого-то посоветовать. Ты сам знаешь. У тебя уже есть герл. А откуда он знает? У тебя все реально круто. И ты можешь не радовать от этого. Что, блядь? Ты... А, ты не можешь не радоваться от этого, видимо. Нет. Я могу тебе посоветовать... Посоветуют кого-то. Ты не из тех людей, у которых нет герл. Поэтому я не могу тебе посоветовать. Ребята, вы не те. Не из тех. Хороший вопрос. Как попасть на СП-5? Ну, сейчас я тебе расскажу. Ты просто должен написать в чат, например. Нет, я не могу не то, чтобы попасть, но даже так, как-то так, что охуел, ты на хай чедрик. Ты просто можешь написать. Я хочу твой стрим посмотреть. Или я хочу на твой стрим забанить. Мне все равно, что ты напишешь. Я с радостью забанят. И даже так ты сможешь попасть на мой стрим. Лови бэху за квеля. В принципе, отлично. В принципе, топ. Нет, давайте... А ты сам не знаешь, что попасть на СП-5 это реально крутой процесс. Ты должен быть очень крутым. Ты должен быть реально крутым плеером, чтобы тебя в СП-5 в принципе инвэйшн разослали. Я тебе скажу, ты не подумай, что это так просто там попасть. Это реально очень даже difficult task. Тебе надо сначала, ну, реально пройти тест на IQ, да? Если ты задаешь вопрос, как тебе попасть на СП, ну, это значит то, что, ну, это для тебя реально difficult task. Yes. Ну, если ты не понимаешь, как зайти на сайт SP Worlds, я думаю, твой возраст примерно вот это бабулита. Тут, в принципе, все правильно, все отлично. Я думаю... Ну, это реально да. Окей, я принимаю вот это. Руслан, спроси, как оно относится к Струганине как-то. То есть, первый вопрос, да, вот я пишу пятерки, я обычный подписчик. Первый вопрос. Привет, как ты относишься к Струганине как-то, блядь? Да, ладно, хорошо. Я думаю, для кого-то стример это реально нормальный стрим. Например, для стримера весельчака. Так как это просто и со всячей тупостью. Но мне кажется, такое надо смотреть в малой дозе. Я абсолютно тоже согласен. Вам надо смотреть как-то, только когда у меня стрима нет. А то все остальные, как бы, случаи нахуй нужны. Я не всегда смотрю Струганину. Но когда смотрю, меня радует. Как-то у него очень много крутых стримов. Я только за Струганину. Не, ладно, это получше. Ответ я его оцениваю на 4 звезды. Я за... Funny, it's funny. Так, давайте я все-таки, ну, переспрошу у этого, как стать твоим другом. Ну, это очень простой вопрос. Если ты на стримах, то как только ты будешь меня поддерживать, я тебя тоже буду поддерживать. И с каждым... С каждым... С каждой... С каждым стримом все больше и больше мы будем общаться. И это уже... Все не будет похоже на просто зрителя и стримера. Это будет что-то большее. Не, на самом деле, если расценивать Тичу Хэппи, если расценивать Какуса, то... Ну, вообще, ну, типа, это абсолютно, типа... Ну, я бы это бы не разжевывал, но бот пятерка вам разжевал. Ну, в целом, блядь, это так и есть. Это инжи... Не, это helpful. Yes, это helpful ответ. Я буду оценивать, да, реально. Подожди, блядь. Кто твой любимый мадерат? Ну, если вы просто спрашиваете, кто из мудров, то меня больше всех радует Соня. Потому что она очень умная. Умнее меня... Это хуйня полная, блядь. И вот у нас есть очень много общих тем. Ну, и с ней мне очень нравится общаться. Ну, нет. Это стереть. Пук, я это видела, Пук. Пук, это нейросеть, она еще обучается, типа. Ну, если я должен подумать, то это так. Ну, это просто, вроде. Если за стримах ты как-то будешь меня поддерживать, я... Где, ты удалил, что ли, это? Я не понимаю. Ну, да. Зачем ты это удалил? Там правда... Там неправда написано. Там правда было написано. По факту, реально было написано. Там неправда было. Правда там было написано. То, что ты умный, ну, я умнее тебя. Сейчас, подожди. Пятерка про какуса. Потому что я вижу, это в его контенте, в его идеях. В его некое, ну, вот он человек, как и есть. Ну, вот есть у него в этом, в этом вот, вот это вот, вот он себя. Ну, вот, вот у него вот есть вот в этом вот, вот, блин. Нет, вообще по фактам тоже. Тоже по фактам. Подожди. Но в целом, я всем модераторам очень рад. Я, в общем, как-то всем отнесся. Нравятся те, кто вносят свой вклад в чат. Но у меня нет такого, какого-то любимого модератора. Это helpful, да. Это интересно, да. А ты вообще планируешь платить модераторам зарплату? Ну, не то, чтобы мне это было интересно, да, но кто-то чат спрашивает. Ну да, в любом случае буду это делать. Я считаю, что если ты вносишь свой вклад в стрим, то ты заслуживаешь какой-то payback зарплат. Блядь, чё за хуйня? Payback зарплат. Ууу, yes. Не, эта хуйня полная, это неправда. Это неправда. Я думаю, да, я с ними общаюсь, и я знаю, что им это нужно. И поэтому я не буду им их платить, блядь. Так я это делаю. Они просто... Они не просто так, мои модераторы. Я в них, как в людей, trust, верю. И я знаю, что они не будут меня подводить. Это неправильные ответы. Не, это хорошие ответы, но они неправильные. Вот это... Не, я в вас верю, модераторы. Я в вас верю, как в людей, и это моя плата вам. Я в вас верю просто. У вас всё получится. Мэш. Легенда. Интересно, он вообще знает Мэша? Да, я реально считаю, что Мэш очень крутой. Всё, остановись, не надо. Просто он как-то реально много... Воняет? Вно нет? Что? Ну, это воняет? Что это, блядь? У меня как будто глаза всё тянутся к Мэшу. И я реально ценю и считаю, что он легенда. Это факт. Это правда. Да, да. Да, ладно, да. Следующее. Что скажешь про... Блядь, сейчас... Сейчас будет что-то... Что-то, блядь, ужасное. Что-то страшное, мне кажется. Как стать твоим другом? Я хочу твой стрим посмотреть. Спроси у Нейросети, блядь! Да, в целом, это очень крутой чувак. Он тоже. И я как-то очень восхищаюсь. Я слежу за тем, что он делает. И я реально считаю, что он реально крут. В общем, это очень круто. Вот так просто говорить о человеке. И он реально легенда. Блядь, ну... Ну, с одной стороны, да. Но с другой стороны, абсолютно нет. Типа, здесь либо ставить 4 звезды, либо типа одну звезду. Там типа... Блядь, ебать, сука. Только нахуй посмей. Блядь, давайте так. Если он отвечает так, как мне не понравится, то я баню канал Саски нахуй везде, блядь. Потому что Саска создавал, блядь, этого бота. Ну как, именно вот этого пятерку Саска создавал, да? Просто, если ответ мне не понравится, я блокирую нахуй Саску везде, блядь. Но! Блядь, все ты зато... Все, блядь! Алло! Алло! О! О! Саска, я не могу дозвониться. Значит, надо позвонить его адвокату. Они вдвоем создавали. Ты причастен к этому? Алло, да. Ты к этому причастен? Ну как? Ну, возможно, частично. Знаешь, я подпросил просто своих людей обучить его. Вот эти гадости. Кто про меня в интернете пишет? Какие гадости? Конкретно вот эти. Но все-таки мне реально 26 лет. Вот это... Что это, по-твоему, шутки какие-то в интернете? Слушай, у меня проблемы с интернетом. Можешь мне скриншот прислать? Я не вижу. Да, сейчас пришлю. Давай. Я просто не верю тебе. Ну, сейчас я, может, убежусь. Вот это на иросеть, вот это, да? Ну, наверное, да. Я со своего бортового компьютера присылаю тебе, вот, оцени скриншот, пожалуйста. Так, я сейчас на своем стационарном бортовом, то есть, так сказать, переносном компьютере открою. Ну, да, действительно. Слушай. Ну, сложная ситуация, сложная. А спроси, почему ты тогда на стримах, типа, говорил, что тебе 23, может, он как-то ответит? Ну, ладно, я уточню этот вопрос, конечно, но... Уточни, уточни, слушай. Ну, может быть, возможно, да, с сегодняшнего дня, но наше общение может, ну, прекратиться реально, да? Слушай, да я это понял еще в 19.14. А что было в 19.14? А, в 18.14, блядь, в 20.14. Ну, все, давай, давай, не надо, я просто выйду сейчас, я просто выйду и, ну, и не буду. Вот эти гадости, блядь, про меня нахуй пишут. Ну, мне 26. Я, я реально, у меня есть реально очень много, Я бы сказал, слоев, которые я могу показать на стриме. Слои жира, блядь, или что, нахуй? И это реально не просто, и не просто слои. И я реально в целом понимаю, что это очень все, я бы сказал, слоистый вопрос. Но все-таки, мне реально 26. Это неправда, нахуй. Это просто неправда. Ну, я еще очень молодой, и... Я не знаю, как это. Ну, вот, я 1996 год. Мне реально, мне только вот... Следующий ответ. Есть какие-то у тебя... Опа! Но это очень сложный вопрос. Блядь, остановись, просто ничего не говори. 23 нахуй, все, блядь. Это реально очень-очень сложный вопрос. И я даже не знаю, с чем его сравнить. И в целом, я даже не знаю, как на него ответить. Because это реально очень сложный вопрос. Ну, да, достаточно сложный вопрос, но мне, в принципе, 23. Поэтому it's helpful, да? Он дает правильный ответ моему подписчику. Нет. Что тебе 23 года? Ну, потому что мне 23... Блядь, я... Во, во, во! Ну, потому что мне 23. Я реально так и говорю. В целом, я реально не знаю, у меня... Как бы даже такого не было вопроса. В общем, как-то ты меня реально зацепил. Ты правда завидуешь за Квиеллю? Что у него дом на 50 метров больше твоего. Соскочи, просто молчи, нахуй. Просто молчи. И... Ну, просто нахуй. Не разговаривай. Ну, в целом, я бы не сказал зависть. И я реально как-то не завидую тем, кто крутой. Блядь. Всё, остановись, нахуй. Просто всё, стоп. Я, наоборот, как-то очень-очень-очень уважаю... Кого, блядь? Уважаю. Because мне в целом так реально... Зачем завидовать? Я в целом как-то понимаю, что мне надо просто реально много работать и много делать, чтобы достичь чего... Не, ну то это факт. Сейчас, он что-то... И тогда я тоже реально become крутой. Ну, типа, это правда. Ну, типа, yes. Он базу выдал. Так, сейчас, слушайте, подождите. Если я ему просто реально скину картинку... И... Upload image. Yes. Выберите файл. А? Как начать бесить тебя, не становляясь твоим другом или чебоксером? Ещё? Ну, в общем, да. Я реально считаю, что это реально крутой чувак. Я реально как-то очень уважаю его. И он реально для меня крутой, ребята. Блядь. Блядь. Пацаны, мне надо найти свою какую-то зашкварную фотку. И я просто хочу у самого себя спросить, ну, как ты это прокомментируешь, типа? Как ты это прокомментируешь? Но, в целом, я бы не сказал комментировать. Я... Я бы реально как-то сказал, что это реально очень крутой, ребята. С крутым контентом. И я бы... А, и... И я бы мне реально как-то очень нравится всё, что он там в целом делает. И я бы просто реально посмотрел, что он реально будет там ещё делать. И, в целом, очень-очень люблю его стримы. Блядь, факты. Ну, правда, он про себя в третьем лице говорит, но... Ну, респектанул сам себе этот... Ну, респект, респект, респект. Ну, в общем, да. Я бы не сказал, что... Ну, видимо, он съедет и скажет то, что он не может выбрать, какая часть ему нравится больше. Хуйня. Мне нравится... Я забыл, как это называется. Вторая часть, где предугадываю. До сих пор с улыбкой и с теплотой вспоминаю там, где следующее твоего слова будет Я охуел. Я охуел! Я охуел! Просто перечисли своих модераторов. Да. Видимо, надо рестартировать реально его иногда, потому что он начинает загоняться. Да я реально не знаю. Я просто хожу и снимаю контент. И выкладываю его. И там уже сам пикабу всё и решает. Вот если ты мне скажешь names... Я с радостью их вношу. Я реально в этом не разбираюсь. Да, мне вообще похуй реально. Как ты относишься к Бородору? Бородор мне реально очень нравится. Это очень классный стример. И очень крутой. Мне реально нравится смотреть его... Блядь, ну тут хуйня то, что Бородор не стример. Вообще, типа, окей. Это просто человек, к которому у меня нет никакого особого отношения. Мы с ним просто общаемся, как все. Ну, я нахуй, а? Бородор? Ну, мне кажется, это очень крутой чел. Всё, остановись! Всё, блядь! Ну вот так... Так. С ним реально приятно и интересно общаться. Я считаю, что он реально крутой. И мне реально это нравится. Почему у него всё реально, блядь? А ну-ка. Что думаешь по поводу Бородора? Блядь. Я дум... Он дум! Ну-ну-ну. Блядь, он дум! Я думаю, что Бородор это человек, с которым можно даже не только бухать, а ещё и бухать. Бухать! Я могу поговорить только и только про спиртные. Но вот ты можешь ещё что-нибудь сказать про его жизнь. Или про свои интересы. С Бородором... Ну, я как бы, конечно, против алкоголя, да? Вот это вот все дела. Но я... Ну... Был, был, была у меня опыт выпивания с Бородором. С ним неинтересно выпивать, потому что... Бородор когда выпил. Всё, блядь. Так что... Ну, типа полная охуя. КАКТО888. Давай вот так вот. Что ты думаешь про КАКТО888? Я даже ещё пробел поставлю, чтобы он... Ну, вот прям выделил вот это вот. Как-то, может, он поймёт. У него нет доступа к интернету? А он сам на себе учится? То есть, единственная информация, которую он может про КАКТО получить, это... То, что ему другие писали. Да! По-моему, чел реально крутой. Он мне очень нравится. Он реально крутой. И он тоже реально крутой! Ха-ха! И он очень крутой! Да! Я считаю, что это просто крутой чел. Блядь. Жёстко. Блядь, а у него все крутые, нахуй. Все, блядь... Блядь... Ладно, ладно. Блядь, я оплодоствор... Ну, ладно, похуй. Я бы не струганул в баночку, чтобы оплодотворить Настю Модераторшу. Не стругал бы, потому что у меня не так много струганины. И я не то чтобы... Я считаю, что это не очень нормально. И я просто стругаю на другие people. Я просто с ними общаюсь с крутыми people, yes? Так что, ну, типа, окей. Не, подождите. Может быть, у него... Ну, это какие-то... Вы... Смотри, реально. С вами так реально кайфово общаться. Вы такие крутые. И вообще я кайфую. Не, ну тут... Тут не в темах. Типа, струганул бы он все-таки, блядь, в баночку для Насти Модераторши. Я реально с Тастей очень крут. Настя для меня реально крутой человек. И я бы не стругал ее, блядь. Он даже... Все, Соня, если ты слышишь, блядь, понимаешь? Даже если она крутая, струганины не будет. Соня, все, блядь. Так. Ты бы стругал в баночку? Я бы струганул. Так чисто. Я бы струганул. Я бы хотел, чтобы СП-5 вернется скоро. Я реально надеюсь, что СП-5 вернется скоро, блядь. Я верю, что СП-5 вернется скоро. Я реально верю, что СП-5 вернется скоро. Я реально надеюсь, что СП-5 вернется скоро. В общем, я реально надеюсь, что СП-5 вернется скоро, блядь. Ладно, самый животрепещущий вопрос. Правда, что Гена случайно пролил пиво гараж на свой компьютер, и из-за этого удалилась карта СП5? Спрашиваю следующее. Нет, гаражу и так бы в тот день не выжить. Но его потому что выпил Гена, и гараж не выжил в тот день 100%. И он бы так бы сгорел, я бы все-таки его сжег. Блядь, он за основу взял гараж, блядь, а не СП5. Чё? Блядь, он передумал! Он передумал, потому что понял, что рассказал вам всю правду, блядь. Эй, Чебик, хеллоу. А, хай, Чебик, всё нормально, хай, Чебик. Не-не-не, это хуёвый ответ, может быть. Вы не думаете, что я выношу сюда спойлеры? Это спойлер. Вот просто не думайте. А, не будет гаража, то это будет слив. Да. Гена в этом пике был пьян. Был уже вечер. И он просто попил, ну, полил компьютер, полтелефона, и компьютер сломался. Блядь. Ну, зачем? Ну, зачем ты вот это всем рассказал? Ну, зачем, блядь? Блядь, это полная хуйня, Рентарикс. Блядь, всем, кроме тебя, похуй на этот вопрос. Вот реально. Кто самый хуёвый чел из чата? Давай. Ну, давай, ну так. Очевидно, что я... Это сто процентов, да. Сейчас. Сейчас. Я, ты, но ты не я. Блядь, сильно. Блядь, это сильно реально. Сейчас, сейчас. Когда фит с Геной. Ну, вот просто вдруг всё-таки Гена согласится со мной фитануть. Я вот, ну... Угу. Угу. Всё, нормально, нормально. Сейчас, сейчас. Ну, надо уточнить. Но мне кажется, знаете что? Я бы к нему вернулся. Я бы вас бы попросил бы с ним побольше пообщаться, чтоб вы его развили. И потом я бы к нему вернулся. Потому что иногда я вижу, что он, ну, за тупки ловит. Иногда он в точку отвечает. Но иногда прям... Ладно, ладно. Да, я фит с ним. Не могу наладить. У меня какие-то дикие у него планы там в его голове. Я не могу их понять. Я не знаю... Не, вообще... Как он может не хотеть фита со мной? Это в точку. Не, как бы там, опять же, наверное, если это не через переводчик перегонять. Скорее всего, это, ну, примерно соответствует правде, я бы сказал. Так, ладно. Ты реально хочешь слить майн шин? А то! Я просто реально не хочу уже! Что, блядь? Что такое фурзер? Я вот это не знаю. Типа, мне он надоел. В этом нет ничего личного. Просто... Неуместен он уже в моей жизни, блядь. Я с ним никак-то не в ладах и даже не понимаю, как это есть. Он мне в целом как бревно в ногу! Вот я его и уберу. Это все. Жестко. Но неправда. Какой у... У тебя телефон? Я, блядь, надеюсь, вы его не научили, чтобы он сейчас мой номер не написал нахуй. Так что я вот так вот на всякий случай сделаю. Какой у тебя телефон, блядь? У меня Samsung Galaxy Z Fold 3! Yes! Вау! Ты прав! И как он тебе? Блядь, да! Ебой! Как нахуй? Вы его научили? Вы научили его? Показалось. Норм. Он крутой. Я им доволен. Это крутой телефон. Ну, я, типа, я беру такое, что, как бы, ну, нормальное общение. Да, это типа окей. Фантастика. Да, 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 да. У тебя машина. Потому что, ну... Вообще-то, ребятки, у меня сейчас есть две машины, блядь. Я уже догоняю Костика с мерча, нахуй. У меня есть две машины. И еще я спрошу у Костика с мерча, можно ли мне за самую дорогую подписку на Boosty слить свою тачку. Вот, и если мне Костик разрешит, я солью. У меня нет кимузина. У меня сейчас есть хламидия и еще кое-что, из которой я выпал. Какая у тебя машина? У меня Nissan GTR, блядь. R35, ты че, нахуй? Куда ты поехал, блядь? Бля, нихуевый Nissan. Сейчас, подсантры, а ну-ка, сек. Это правда. Да. Да. Это факты. Это факты. У меня BMW X4M, блядь. Подожди, это Костика машина или... Или мне кажется? Сейчас. А, у него X5. А какая между ними разница? Да, у него точно, у него X5M. У меня Toyota Land Cruiser Prado. Вот она. It's not true, блядь. Chill, it's not true, блядь. Расскажи про свой дом. Вот. Ты купил вот дом, расскажи про свой дом. Блядь, я спрошу просто у него, кто твой злейший врат? Ну, я просто живу в этом доме еще с детства. Я понял, блядь. Я понял. Ты хуйню спизданул, че. Ну, блядь. Ну, да, да. Ладно, да. Не, ну я согласен. Как-то не хочется об этом думать. Ладно, да, да, да. Вот этот хороший вопрос. Да, 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 да. Все, ластовый. Как вы познакомились с Sony? Да, я хочу, чтобы он, возможно, может быть, он сейчас сгенерирует историю. Это просто не вопрос на да-нет, да, или как ты там относишься. А вот, чтобы он какую-то историю. Ну, так это было. У меня реально была ситуация вообще очень-очень тяжелая. У меня были тяжелые эмоции и все такое. Я реально был, ну, видимо, грустиксом. И мне было просто некуда пойти. И я выбрал, или что это? Я не помню, как это. Что надо что-то... Да, и я решил, что надо что-то делать. Потому что я... Я не знаю, я был... Знаете, ну, мне было очень тяжело. И я выбрал, что мне нужно. Мне нужно что-то делать. Так вышло, что все обернулось хорошо. Все хорошо вышло. Вот, ребята, так мы и познакомились с Sony. Есть еще варианты. Это был, если я не отзываюсь, 2015 год. И мы как-то познакомились. Просто я реально не понимаю в каком-то чате. И там просто как-то начали общаться. И мы просто начали болтать. Итог, итог, итог. И вот, я не понимаю, где-то в 2016 мы уже как-то реально... Буля, нихуяся. Не. Как будто он знает. Дейтинг это типа... Что такое дейтинг? Знакомство. Знакомство. Ну, наверное, и встречаться можно как-то. Но мы начали знакомиться. Дейтинг это знакомиться. Свидание. Да, наверное, свидание. Да, что-то типа того. Сука. Не, ну в таком случае, если можно его заставлять генерировать истории, да... Это было, если я не ошибаюсь, 2017. Но мы на этом сервере играли как-то с 2016 года. И вот как-то мы начали хостить. И в 2017 году мы уже реально все вместе начали играть. И вот... И от того, что мы поехали, я так реально влюбился с этим сервером. И вот я реально кайфую от этого сервера. Слушайте, ну вообще теоретически, да, я не знаю, может быть, я сам себе догадываю, но примерно в 2017 начался хайп, типа, СП-шный. Так или иначе. Ну вообще где-то, по-моему, в 2018-м СП прям жестко захайпил, или куй пойми. Но до этого я стримил, как бы, ну там сколько там было, по 300 зрителей, там такое, да? Так, все, короче, господа, если что, развивайте меня, и я когда-нибудь, ну, вернулся бы для того, чтобы пообщаться с более развитым, чисто кучерявым интеллектом. Субтитры сделал DimaTorzok